Всем привет, друзья! С вами Гагер, и это обзор не на так давно вышедший шедевр, по моему мнению. Встречайте, EVE ECHOS. Как вы, наверное, догадались, это мобильная версия игры, которую можно по праву назвать динозавром в мире онлайн-проектов на ПК. Речь идет о 17-летнем проекте EVE Online. Исландские разработчики CCP вместе с китайской интернет-компанией NetEase представили миру великолепный проект, который вышел в релиз 13 августа этого года. Игра доступна для устройств iOS и Android, но, конечно же, многие из игроков, уже погрузившиеся в эту научно-фантастическую космическую ММО, установили ее через эмулятор на свои ПК. Это иногда бывает удобнее, чем использовать мобильный телефон или планшет. Но и на мобильных устройствах играть приятно. Разработчики постарались максимально упростить интерфейс и создать игру так, чтобы весь процесс не напрягал. Конечно, CCP не смогли перенести полностью все механики из оригинальной Евы, но и того, что оказалось в руках, у игроков новой EVE Echos вполне достаточно. Вас ожидает огромная космическая песочница с более чем 8000 солнечных систем и более чем 200 кораблями. Кроме великолепной графики и огромного мира, в этой игре абсолютно все решают игроки, а выбор того, чем вы хотите заняться, довольно большой. Здесь и огромный спектр ПВЕ сражений и добычи ресурсов, как планетарного, так и на астероидах. Безусловно, ПВП в этой игре отдельная часть контента. Игроки, которые хотят более спокойной и размеренной игры, смогут погрузиться в мир таблиц и экономики, занимаясь куплей и продажей на рынках в разных уголках нового Эдема. Как и в любой уважающий себя ММО, в игре здесь есть возможность собираться людям в корпорации. Сколько еще всякого разного добавят разработчики, один только бог знает. Но уже сегодня можно смело заявить, это игра года на мобильных устройствах. Хочется особенно подробно затронуть сторону доната в игре. Ведь далеко не секрет, если скачать практически любую игру на Google Play, мы столкнемся с морей рекламы, постоянно выскакивающими и раздражающими пакетами бустеров, осколков, бутылок и тому подобное. В IfEchos нет ни рекламы, ни раздражающих билбордов, ничего подобного. Изначальная игра абсолютно бесплатна, но ограничена контентом без приобретения так называемого омега статуса в игре. Но в отличие от других проектов, в IfEchos не обязательно вкладывать реальную валюту. На прем-аккаунт или на омега статус, как его называют здесь, можно заработать в игре, не заплатив ни копейки и его приобрести. Как вы, наверное, догадываетесь, я уже погрузился в этот проект целиком и полностью. И на собственном опыте могу сказать, покупка омега статуса это вопрос 3-4 игровых дней для новичка и 2-3 часов для игрока, играющего месяц. Хотя, как я и говорил раньше, IfEchos это песочница и здесь всем заправляют игроки. Поэтому цены сегодня в игре люто штормит. И сколько будет стоить Plex через месяц, неизвестно. Это вступительное видео, безусловно, не последнее на моем канале на эту тему этой игры. Ваша поддержка, конечно же, была бы не лишней. Если я увижу, что эта тема вам интересна, то и видеогайды по IfEchos будут выходить, безусловно, чаще. Поэтому не ленитесь поставить лайк под видео. И если не сделали это раньше, то подписывайтесь на канал. И, кстати, если тоже завязли в этой увлекательной игре, пишите в комментариях, что думаете про IfEchos. На каких кораблях летаете. И с вами был Гагер. До новых встреч. Пока. Пока.